Итак, всем привет, с вами НТП, продолжаем играть за Испанию в Виктория 3, в прошлой серии мы тут немножко в Индонезии, я помню, поделали, поразвивались еще, и в этой, я думаю, мы уже, наконец-таки, повысим наш уровень жизни еще выше, миграцию сделаем больше, и, я думаю, мы обгоним Австрию по ВВП. Вот, это у нас примерно цели на эту серию, нарушения сейчас поставим новые, и с ними уже будем застраиваться просто безумно. Ну и, конечно же, нам нужно поставить закон о бедняках, затем мы поставим себе свободу слова, сменим, и затем уже правами трудящих займемся. Вот, план в целом понятен, так что поехали. А, ну и у нас здесь вот революции вот эти вот проходили, теперь она закончится. Надо, кстати говоря, помнить, что надо с этими ребятами отношения хорошие поддерживать. Транс у нас есть, с Циньем еще тоже, потому что с Циньем, на самом деле, у нас неплохое количество торговых путей проходит. И зерно, но зерно мы строим, да, все отлично, все идет по плану. Там революция закончила? Закончена, а портукваль, на самом деле, протекторат России, так что нам нужно передавать субъекта. И я подозреваю, что нужно будет начинать вот эту войну. И, опять-таки, у всех стран интересы выбери, просто где бы я не попытался что-то взять, у всех стран интересы, это жесть. Ну да, пробуем, кстати говоря, все еще опасения, мы будем опаснее, чем Россия. Неужели? Да, нет. Ну, по португальским ощущениям, видимо, да. А еще я вижу, что никто нас не хочет поддерживать, а вот за Португалию готовы уступиться каждый встречный. Сразу заранее мы отправляем флот наш на конвоя, не ждем любого момента. О, закон о бедняках есть. Сразу мы его, что делаем? Выкачиваем. И, ну-ка, так. Потом еще вступается, Австрия вступается, да хватит, пожалуйста. Не душите бедную Испанию, мы просто хотим сделать единую Иберию. И я подозреваю, что давайте-ка мы мобилизуемся чуть-чуть. Просто казуальненько. Ну вот, 99, этого хватит. Я подозреваю, чтобы точно продавить их. А еще давайте-ка захватим себе Российскую Патагонию, потому что не дело это, что у России здесь территория. Вот она. И здесь тоже есть, кстати говоря, колонии. Можно было бы в теории тоже их захватить. И у нас шансы на это. 10,2 стоит это? Блин, чуть-чуть дороговато. А мы успеем дождаться, пока она спадет? Не уверен. А Российская Конга сколько стоит? 80. Давайте Российская Конга тогда заберем. Сюда закидывают войска. Я подозреваю, что надо еще мобилизовать парочку территорий. Даже давайте 3. Ну так в теории может пойти. Чтобы мобилизовались они сразу с нескольких пунктов, равно быстрее мы получим больше войск. Так, началась война. За счет не все войска доехали. Едут очень много войска, кстати говоря. Можем мы еще флот где-то поднять? Давайте-ка в Индонезии. Тут вот этих генералов. Адмиралов, точнее. Попробуем закинуть вот сюда. Может это тоже будет помогать. И я понимаю, что мне на самом деле стоит уже флот подстроить. Ну-ка, как у нас здесь пройдет наступление? И неуспешно, неуспешно. Это плохо. Это плохо, но все еще шанс у нас есть. Здесь мы точно, да, видите, все пропушили. Ну, тогда надо флотом душить, получается. И давайте тогда мы подстроим флота побольше. Так, флот заказан. Будем ждать, пока он будет строиться. А это займет какое-то время. Здесь у нас новые сооружения, но пока что я их не хочу переключать. У нас так большой минус. Мы пока терпим, так сказать. Кстати, этих я бы тоже хотел сделать, но опять-таки у нас слишком много третьих не хватает техов. Так что же надо потерпеть. А тут давайте будем вкачивать, наверное, я пока. Да? Ну да. И стоит нам законы начать прокачивать на технологии первыми, пожалуй. А здесь, здесь пока ждем, ждем флота, пока она строится. Что нам еще остается? И плюс второго давайте адмирала. Этот охотится, я помню, где-то здесь. Давайте большого. Прям охотится вот здесь. В те времена, кстати говоря, мы тут немножко красим в Африке территории. Это тоже полезно. Тоже снижает варскор, на самом деле. Ну, воинственности. Что это? А, это новая колония. Кайф. Давайте-ка вот так. Карибы сюда пускай захватят. Ну да. Сейчас тоже там подкрасим. Здесь пока надо, видимо, подефиться. И успешно. Цин еще зашел. Да господи. Ну вот почему Цин заходит за Португалию вот здесь вот? Что это за бред? Я же не говорю, ладно, Австрия и Россия тоже бред, но допустим. Но Цин. Ну что мы делаем? Мы грабим конвой и надеемся, что у них кончится там снабжение. И слушайте, мы сейчас 300 тысяч, по-моему, на пулеметы сейчас накидаем. А почему это так? У нас есть у генерала очень важный перк. Сдержанность. У меня здесь потеря боевого духа. Но я не думаю, что этого хватает. Либо там только у этого генерала 72 атаки, а возможно там у остальных какие-то так себе. Ну да, так и есть. Они там цинские войска, видимо, забрали. Да. Цинские войска повели на пулеметы. Отлично. Да, они просто, короче, на пулеметы наматываются. Уверенно так. Господи, сюда идут еще 400 тысяч. Сейчас будет почти один миллион войск в Португалии. Какой дикий ужас. Просто реально дикий ужас. Но, слушайте, ну они, да, горят немножко. Потихоньку, потихоньку. Но горят. Так что шансы у нас неплохие. О, свобода слова есть. Отлично. Поехали дальше. Регулирующие органы. Ну и мы на самом деле поигрываем в войну истощения. Во-первых, мы оккупируем часть территории. Да. Во-вторых, они там какие-то еще... Ох, они там накидали своих целей войны. Тоже полезно. И в-третьих, они здесь все-таки истощаются. Цинь точно истощается. Астрицы истощаются медленно. Я еще сейчас попробую высадиться. Ага. Да, вот, высадиться попробуем. Дражение за город. Ну вот видите, у него слишком много войск, и я не могу им нормально высадиться из-за этого. Потому что их прям, ну, слишком много. Хотя, слушайте, мы пробьемся тут. Мы тут пробьемся. По ощущениям. Уклоняем направление есть, кстати. Почнем обязательно. Мы тут пробьемся, и это полезно будет для нас сейчас. Фронт, конечно, объединился, но мы захватили... Или, подождите, или что? Мы захватили неплохую часть Португалии, которая будет там варскор сейчас капать. А это кто такой? А-а-а, французы. Французы вступили за Мапуче. В Южной Америке автоматический конфликт. А-а-а. Вот оно что. Блин, ну Мапуче, конечно, да, это серьезная страна. За такую грех не вступиться. А, кстати говоря, смотрите-ка. А мы сейчас... Мы захватим сейчас Португалию. Нам только надо срочно Францию как-то укрепить в фронт, да? Но... Нам-то не получится, или получится? Давайте попробуем здесь генерала какого-нибудь. Стратег от обороны. Стратег от обороны, поехал. Так, органы, кстати говоря, тоже сделали. Супер. Нам есть еще что делать? Наверное, нет. Давайте сделаем игра с никот... А, нет, там сильно против нее люди. Что у нас? Армия. Как у нас армия себя чувствует? Давайте-ка подумаем про вот это вот. Плюс 5. Плюс 5. Давайте-ка сделаем вот так. Давайте-ка сделаем вот так. Так. Вот так. 5 плюс 9. Это еще не хватает единички на атаку. Грустно. Ой, мы пробиваемся. Там Цинь принял удар. Из-за того, что там войска Цинь, которые качество имеют ужасное, мы их там пробьем. Вот здесь вот так мне не нравится, что у меня... Вот немножко не такой, как я хотел бы. Вот сюда мне надо атаковать. Давайте-ка быстренько захватим эту территорию, чтобы французы сюда не доехали. И мы замерили, типа, быстро с французами. Отлично. Так и произошло. Россия-то отправила 200 тысяч в Южную Америку. Ну, земля и пухон. Что я могу сказать? Сейчас мы и Португали захватим. Короче говоря, мы одновременно, ребята, чтобы вы понимали, воюем с Францией, Россией, Австрией и Циньем. Португалии. Жесть. Просто вот так вот выглядит наша карта, и мы побеждаем. Говорят, тут какие-то войска. Я не знаю, кто здесь был, но телепортировались обратно. Так что мы просто добиваем их тут. Отлично. Португальцев три. И мы захватываем полностью Португалию. На земле. Так, нельзя, подождите-ка. Ну да, нельзя сложить там производство. Так вот, мы сейчас уходим здесь территорию. И сейчас в атаке будем здесь. И тоже только что за битва. Битва отличная, мы там тоже победили. Отлично. Португалия, все. И с французами мы сейчас вот здесь вот замеримся тоже. Из-за того, что мы там все оккупировали. Аннексия. Скоро пройдет. Совершение Анталусии. Нет, французы не остановятся. Нам нужно будет срочно перебрасывать теперь войска. Вообще можно уже перебросить срочно вот эти войска. Пожалуй. Хотя даже давайте вот сюда вас, чтобы отсюда просто реинфортились. Вот сюда. И ну-ка. Эрикоцин, Беломир. Португалия захвачена, да. Ух, сейчас будет сложная война с Францией. Еще и на Кубе революция. У нас все очень-очень страшно. Австрия вышла уже на Беломир, кстати говоря. Это приятно. Осталось здесь только Россия и Португалия. Причем... Ну вот Португалия, я думаю, в один момент... А, Португалия, наверное, не может выйти, да? Как и Россия. Но, смотрите, воинство из них падает, так что в один момент они автоматически капиталируют. Так что нормально. Нужно только то же самое с французами сделать. Они еще и поставили Андалусию. А Андалусия это вот здесь вот, так что удачи им дойти сквозь всю Испанию. Господи, мы еще воюем, у нас рынок обвалился. У нас нету достаточно товаров, чтобы статы все были. Мы еще из-за этого жестко проигрываем. Я думал, что у нас настроен уже импорт, но нет. Вот сейчас все должно стать намного лучше. Плюс давайте сами построим еще себе боеприпасы. Мне надо было заметить это намного раньше. Так, с моим путем Белый мир. Господи, Россия сюда же войск вообще не жалеет. Но мы перетерпим это, я считаю. Так вот, с Россией скоро будет Белый мир. Тогда станет чуть попроще. И с Францией мы тогда попробуем замириться на Белый. Вот, у нас статы восстановились теперь и нормальные становятся потихоньку. Отлично. Еще и опиум тоже надо было накупить. А сейчас еще рынки дополнительные открыли. Я поставил интересы. Все еще не так уж и много, слушайте. Я ожидал, что будет как-то повеселее. Опиум. Жесть, конечно, не хватает. Я мобилизуюсь еще больше, чтобы у меня было еще больше войск. В принципе, это может сработать для нас. Если мобилизация еще роще, я объявил. Нам бы вот здесь вот Россию пробить, наконец-таки. Я здесь вроде конвоя атакую и все, но у них мораль не падает. Давайте попробуем переназначить. Может они каким-то другим образом набраются конвоем, я не знаю. Как-то мифическим неизвестным для меня образом. Вот так. А мы еще и тут и Францию оккупируем. Кстати говоря, у нас вот эта вот правая армия в две бригады всего ходит и оккупирует. Там все прекрасно. У нас еще и революция зреет. А избирательное право. Без проблем, ребята. Революция сегодня отменяется. Радикалов просто безумно много, смотрите-ка. Потому что у нас уровень жизни опустился на 5 единиц. Так, одна из трех наших безумных войн закончилась с кубой. Здесь мы посемуник начинаем камбэкать, но очень-очень медленно. Очень медленно, слишком. Весь в России мы начинаем пропушивать, кстати говоря. У нас кто-то отдыхает. Да, у нас Анда отдыхает. Анда, давайте вот сюда. Нам нужно даже не сюда, наверное, а давайте-ка вот сюда. Мы очень близки к белому миру. И нам именно хватит только белого мира. Нам не обязательно что-то еще делать. То есть как, у нас в принципе и нет ничего. Нам еще нужно только десяточку. Мы можем скоро капитулировать, но нам нужно еще десяточку засобирать. Я думаю, шансы хорошие. И, господи, сейчас была просто проведена хирургическая операция. Мы просто в ноль успели вывести француза и замириться. Это просто нечто. Это было очень-очень близко к потере Ангелуси и к революции. Но мы вернулись в территорию. Так. А, и Россия тоже сразу же сдалась. Так, а можно, пожалуйста, перекраситься Португалию в нормальный цвет? Это она теперь всегда будет как оккупированная, да? А, ясно. Вопрос такой. А теперь можем ли мы формировать теперь? Протекторат. Это протекторат, поэтому... Ахаха, хихихи. Делаем маринетку теперь. Воюй теперь с Россией второй раз. Ух, но это было жестко. Это не было бы жестко, если бы французы не решили за чушь какую-то в Южной Америке заступиться. Но это оказалось реально жестким из-за этого. Нам теперь нужно восстановиться, потому что мы очень эту войну почувствовали. У нас уровень жизни упал с 20 до 16, радикалов просто миллиард стал. Ну ладно, 20 миллионов. В принципе, еще на самом деле можно играть. Не слишком это смертельно. Ну и у нас сейчас произойдет отскок экономики обратно, потому что у нас появятся снова работы. И все сейчас пойдут снова добывать ресурсы, из которых у нас и произошел этот вот неприятный минус. Кстати говоря, мы тут всеобщее избирательное право делаем. А я не против, я не против. Давайте его и сделаем, почему бы нет. И вот оно, кстати говоря, и пришло к нам. Легативность стала еще повыше. Ух, это было реально тяжело. Теперь еще надо вот этих парней. Чтобы они стали подобрее к нам. Но это надо, чтобы радикалы пропали. Но уровень жизни растет обратно. Все приходят на работы. Потихоньку. Инфраструктура потихоньку возвращается в норму. Хотя здесь опустошение еще будет, да? Да. Ну ничего, мы с этим справимся совсем. Главное в плюс обратно выйти. И можно, кстати говоря... Что здесь? Дорожная служба в Каталонии. Надо отменить. И... Не было вот этого вот еще. Кстати, нам теперь стало не хватать удобрений. И я так доволен, что мы теперь повышаем удобрения. Более того, мы можем улучшить их вот до сюда. Но нам для этого нужно будет ГСМа 500. Давайте так и сделаем. Мы сейчас ГСМ... Найдем. У нас есть ГСМ на наших территориях. Здесь еще и золото есть, хотя бы говоря, новое. Давайте ГСМ. Ух, здесь хорошо ГСМа. Ну вот так вот построим по всем нашим провинциям. Пускай это бывает потихоньку. И на меня наложили эмбарго вот эти три стороны. Так что с ними нам тоже теперь надо выключить отношения. Чтобы они его сняли. И у нас торговля... Снова зажила. Так мы... Вот, вернулись очень быстро. Так что... Все нормально, все еще. Экономика уже снова пятая. Австрия не сильно вперед ушла. Так что мы успеем догнать ее, как только восстановимся. Это у нас, чтобы мы миграцию не контролируемые сделали. Я был бы не против, но здесь радикализируются группы. Так что... Этого мы делать не будем. Нам еще что-то надо сделать или нет? Давайте посмотрим. Цело как будто бы нет. Как будто бы все, что мы хотели сделать, мы сделали. Возможно, мы потом вот это сможем поменять. Но пока что я бы хотел все еще прирост иметь. У нас еще не так уж, что и много населения. И смотрите-ка, было 20 миллионов. Теперь всего лишь 13 миллионов радикалов у нас. Плайлисты растут отличными темпами. Так что мы восстанавливаемся без каких-либо проблем. ВВП, видите, уже 350, уже вернулся к довоенным показателям. И теперь мы можем построить все больше химии, потому что удобрение у нас в плюсе, но мы можем сделать его в минус обратно. Давайте вот здесь, вот так и говоря, переключим. И взрывчатка нам нужна все еще, как обычно. Так что мы можем вполне себе позволить химию. Ну, я пока еще плюс коплю деньги, потому что мы в минусе некотором. И стоит нам бюрократии тоже немножко заняться. Давайте-ка, где нам лучше это сделать? Здесь вот, пожалуй. Еще здесь колонии, которые тоже хотят что-то получить. Но нет, я предпочитаю такую промышленность всю в безопасной Испании делать. Начал я строить электричество, а значит давайте пойдем вот сюда. Качнем здесь. Самое главное, что мне здесь нужно, это электровозы. Это вот сюда мне нужно будет дойти. Потому что электричество, в принципе, не сильно дорогое. Так что давайте, кстати говоря, красителей не хватает. Давайте британцы нам пускай продают. Ну и у французов так и быть купим. Так вот, я перевел на электричество у нас наши городские центры, плюс на крытые рынки. Сейчас еще плюс выйдем обратно, я думаю, поставим себе сооружение с остальными рамами. Давайте, в принципе, уже. Что у нас по деньгам? У нас еще 7 миллионов, давайте еще несколько недель вот сейчас пускай будет все производить. В принципе, мы этот вне умрем. А затем уже нужно будет сокращать эти сектора, потому что раз они круче, то нужно их меньше. У нас бюрократия куча появилась, давайте вкачивать наконец-таки минус опасность условия работы, чтобы у нас рождаемость, точнее, прирост еще больше увеличился. У нас, кстати говоря, тут телефоны скоро исследуются. А это значит, что нам бы стоило самим исследовать централизированное планирование. Это еще в малярию вложился неплохо. Кстати, а у нас что-нибудь по обществу? Да, фотоаппарат исследуется. Блин, это самое плохое, что могло пробнуть, наверное. Хотя, в принципе, анархия мне не нужна. Вот это мне тоже не нужно, так что... Наверное, самое лучшее, честно говоря. Так вот, малярию потом нажмем сразу же. И потом я бы пошел вот сюда, телефон уже использовать, бюрократию докачать до самого эффективного способа. Есть у нас первая электрическая теха, давайте поедем в дорогу сразу. И можем качнуть вот здесь вот тоже пару способов. Что у нас вообще по электричеству? У нас минус небольшой, можем себе позволить, да, апгрейднуться. И просто достроить необходимое нам электричество. Так, это вроде бы все, если я правильно помню, да? Да. Можно еще вот здесь вот апгрейднуться. Но пока, давайте, дерево потерпит. Надо достроить еще немножко здесь, и, как можете видеть, нам еще куча серы нужна, куча стали, куча двигателей. Двигатели, кстати говоря, возможно, отпали из-за стали, но это не точно. Сейчас мы достроим же за дороги, где нужны серу, сталь. Но перед этим электричеством, потому что он дает уже прямой дебаф. Хотя нет, слушайте, на самом деле, на самом деле... Ладно, пускай на будущее строятся, но у нас вот здесь вот просто ЖД нету. Поэтому рынок немножко отвалился. Вот, смотрите, мы уже, как я говорил, отскочим, и сразу этим рывком воспользовались и полетели выше. На самом деле, просто строимся теперь быстрее. И смотрите-ка, Австрия уже очень-очень близко, и мы можем себе позволить строиться на 2000. На самом деле, это очень приятные для нас новости. И вот мы преодолели момент, когда Испания опередила Австрию по ВВП. И мы идем только вперед. На самом деле, мы очень много сейчас с пошли получаем. Видите, здесь мы очень много торгуем. У нас очень много конвоев, конвои всегда круто. И застраиваемся мы очень тоже солидно, на самом деле. Я реально ожидал, что нам надо будет уменьшать нашу постройку, но нет, мы можем выдержать и вот это вот. Вот. И сейчас у нас выкачается еще минус опасным условием, и рост будет почти под 2%. У нас уже 1,7%, это очень сочно. Будет реально под 2%. Так что Испания входит в свой золотой век, так сказать. Единственное, в Португалии, ну вот, надо еще марионеткой сделать. Но я пока что... Пока что давайте чуть-чуть подстроимся, опять-таки. Потому что, как показал опыт, вступаются за даже вот эти вот Португалии, какую-то фигню еще любые державылики. В итоге воевали сразу с Францией, с Россией. В один момент с Австрией, сыном. Теперь мы будем более осторожными. И будем всегда готовить оборону одновременно и в Испании, и атакующей какие-то армии. Вот. А с вами, ребята, был Дубг. Подписывайтесь, если еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, все как обычно. И до скорых встреч. Пока.